Музыка Уважаемые коллеги, признаюсь, я давно ждал такого обращения. Сегодня дважды его прослушал с утра, полностью поддерживаю, проявляю солидарность. И левопатриотические силы, наша партия и фракции будут активно реализовывать все главные положения этого обращения. Оно носит во многом судьбоносный характер, ибо президент абсолютно объективно охарактеризовал как международную обстановку, обстановку агрессии натовцев, бандеровцев и фашистов против русского мира и нашей государственности. Впервые открыто сказал, что целью их стоит разрушение нашей страны, ее расчленение и поэтапная приватизация. Ни один из нас с этим согласиться категорически не может. Но война есть война, я вам не раз говорил. У войны есть два исхода, или победы, или поражения. Видимо, у каждого поколения может быть не только 41-й, но должен быть обязательно новый 45-й. И мы обязаны с вами победить. Чтобы убеждать для этого, надо не только верно оценить обстановку, а он впервые сказал, что у нас линия фронта более тысячи километров, начиная от Харькова до Одессы. И чтобы сдержать даже те нападки, которые сегодня натовская команда ИСКИ уже организует против нашей страны, бомбежка при граничных поселениях, для этого надо расширить наши, в том числе и людские резервы. Что касается мобилизации, напоминаю всем, кто не знает, в годы Великой Отечественной войны мы вынуждены были одеть в шинели 30, почти 3 миллиона человек. У меня в роду все воевали, сражались, погибали, защищали. Я считаю, что это решение было правильным. Но если бы прислушались к Сталину, который приглашал западной демократии придушить фашистский рейх, начиная с Гитлера в Берлине, этого безобразия бы не было. А сегодня недобитые фашисты и бандеровцы вместе с американскими и английскими генералами сидят в Киеве, планируют военные операции и реализуют свою стратегию на полную катушу. Президент в своем выступлении особо подчеркнул, что мы для защиты своей территории и единства можем использовать все виды оружия. Я считаю, это правильная установка, потому что когда слушаю некоторых желторотых журналистов, которые вот сдадим, вот все прочее, то зачем мы делаем военную и ядерную стратегию проводить? У нас боекомплекта одной подводной лодки хватит для того, чтобы уговорить, убедить любое государство на 20 лет вперед. Поэтому вопрос не об этом. А что касается военной стратегии на Украине, здесь такие варианты неприемлемы. Здесь приемлем другой вариант. И о нем и сказал вслед за выступлением президента Шойгу. Что такое частичная мобилизация? 300 тысяч. У нас МОП-ресурс по-разному оценивают. 18-20 миллионов. Это меньше 2% мобилизационного ресурса. Но в данной ситуации нужны люди, способные на современные техники быстро и оперативно работать. Которые прошли соответствующую школу. Которые имеют военную закалку. Которые в состоянии взаимодействуют со всеми родами войск, включая ракетно-космические и все остальное. Это требует 3-4-летней подготовки. Поэтому в резерве последних лет я посмотрел. У нас немало талантливых людей, которые прошли, умеют это делать. Но весь вопрос в том, каким образом их собрать. Каким образом быстро переподготовить. Каким образом решить эту задачу. Вот непосредственно в рамках наших военных призывов и оперативном плане. Это надо делать и помочь вместе с губернаторами, военкоматами. Потому что нужны специалисты. Правильно, что заявили и успокоили мам, которые забеспокоились о ребятах, которые учатся в университетах и прочее. Никого из них трогать не будут. В том числе и те по призыву. Я бы из тех, кто там сегодня имеет подготовку, собрал на 2 недели на курсы, выделил бы тех, кто добровольно пойдет на эту операцию. Если как следует подготовить, как следует обеспечить, гарантировать все на будущее, то в принципе, уверяю вас, будет вполне достаточно такого рода призывников-добровольцев, которые справятся с военной задачей. Но надо помнить, что у нас есть ухари, которые завтра оставят без комбайнеров и трактористов все сельское хозяйство. У нас в годы войны на трактористов была бронь. В годы войны была бронь. Поэтому надо посмотреть очень внимательно, что касается управления непосредственно, в том числе и народным хозяйством. Президент немедленно собрал военно-промышленный комплекс. Мне повезло. Я был на всех предприятиях этого комплекса, атомных городах и близких знаю. Мы вместе с Масляковым собирали вместе с Соломоном, чтобы спасти ТОП-ЛЕМ, чтобы обеспечить Булау необходимым, чтобы спасти последний закон, завод по производству твердых порохов Перми и остальное. У нас были великолепные заводы по производству танков. Еще раз повторяю, я не вижу наших лучших современных танков, которые имеют прекрасную защиту, в том числе от жевелинов. Я не вижу их на поле боя. Значит, надо, чтобы эта система работала в 3-4 смены. Но военно-промышленный комплекс будет эффективно работать при одном условии. Если весь народно-хозяйственный комплекс должным образом будет работать. А для этого нужен другой бюджет, распределение ресурсов. Для этого надо иначе планировать всю цепочку от танкостроения до умного интеллекта. Я не знаю, что нам принесет Соланов, но нам в последние годы одну и ту же лажу приносит, от которой только хуже становятся, а не лучше. У нас не улучшается ни безопасность, ни все остальное. Ну и для господина Солуанова один пример. Когда у меня на Орловско-Курской дуке мы окопались для того, чтобы провести впервые в истории человечества оборонительную наступательную операцию, и Рокоссовский недалеко от Курска там собирал каждый раз свой штаб и управление войсками, тогда оказалось, что танк Т-34 лучший, но прицельная дальность 600-800 метров, а Гитлер поставил уже на конвейер тигры и пантеры, у него 1500 метров и более. И тогда оказалось, что мы беззащитны. Собрались командиры, Сталин вызвал ручное управление к вопросу и сказал, что да, говорит, мы попали в трудное положение. Он вызвал специалистов и сказал, вам ровно 40 суток, чтобы было изделие, которое парализует этот наступательный порыв. Они там три сотни мощных танков сделали. Через 40 суток на вооружение стало Су-152. При прямом попадании башня улетала от этого танка. Он бил тоже на 1800 метров. За 40 суток сделали. За 40 суток сделали. Вот это уровень управления, организации и безопасности. А у нас сидят по три месяца, обсуждают. Давайте тогда этот 40-й какой закон надо отменять, который заставляет два месяца сидеть, уговаривать друг друга, сделают или не сделают. Он сегодня все парализует, черт-то и мать. Поэтому требуется и это решение. И что исключительно важно? Исключительно важно информационно-пропагандистская поддержка. Я вам уже говорил. И Шолохов, и Михалков, и Левенбург, и Симоновы. И все наши лучшие певцы, и актеры. Все с первого дня встали на защиту своей Родины. Я какой канал не включу, но такое ощущение, что с ума сошли и не понимают, чем все это пахнет. А если посмотреть наши вузы, сходите в любой вуз, начиная от нашего главного, зайдите на третий курс и попросите ответить на любой вопрос, исходя из нашей истории и военно-политической ситуации. Они достанут интернет и будут читать на 95% англосаксонские материалы, где нет ни одной русской фамилии. Жукова вы там никогда не увидите, Рокоссовского тем более, Василевский, который три фронта собрал, расколотил Квантунскую армию миллионную за 3-18 дней тоже ничего в этом не найдете и прочее. Давайте перестраивать эту систему, давайте налаживать на русско-советские рельсы, давайте отвечать на вызовы, которые реально существуют. Поэтому я бы попросил президента собрать правительство и всех нас еще раз определить, что мы будем делать каждой по своей линии для того, чтобы обеспечить успех этой операции. Мы полностью поддерживаем волею и желание Малороссии, тех, кто собирается вернуться на родину, на историческую родину. Надо напрямую обратиться и к гражданам Украины, всем остальным, там 82% считают русский язык материнским, не бежать никого от других национальностей, но все сделать для того, чтобы сплотить народно-патриотические силы. По линии Союза Компартии у нас Казбек Тайсаева руководит, мы уже обратились ко всем и будем активно поддерживать. А что касается наших конвоев, поддержки детей, они направлялись на Донбасс и будут направляться только в удвоенном и ускоренном режиме. Давайте вместе победим.